Пищевая зависимость В прямом смысле это означает зависимость от еды. Ну, то есть, когда мы употребляем еду не для того, чтобы удовлетворить физиологические потребности организма, а для того, чтобы получить наслаждение, и иногда мы этим самым приносим вред для своего организма. А вот как различить пищевую зависимость? Ну, для того, чтобы понять, что у тебя есть эта пищевая зависимость или нет, для начала нужно определить вообще, как человек кушает, и для чего он кушает. То есть, вот есть такое понятие голод и аппетит. И, ну, вот, например, в теле, как мы можем отличить, что такое аппетит и что такое голод? Аппетит – это когда у меня есть вот, ну, какая-то вот эмоциональная потребность, и мне хочется чего-то такого вкусненького. И вот в теле, например, да, аппетит, он находится выше, то есть вот в области легких, где у нас расположены чувства, в области головы, где у нас вот мысли, что вот сейчас приду, вот, и там куплю себе тортик, вот, и как-то получу там удовольствие, значит, от этого тортика. А голод, ну, на самом деле, физиологическая потребность еды, он находится ниже диафрагмы. Это ощущение в желудке, это ощущение слабости в ногах, это ощущение, ну, вот, какой-то такой вот слабости, беспокойства какой-то. Это вот голод, то есть на самом деле, когда хочется кушать. Вот, во-вторых, значит, аппетит у нас возникает тогда, когда… А, аппетит возникает независимо от того, покушал я или не покушал. Он может возникнуть даже через час после того, как ты достаточно плотно покушал, да, и хочется вот чего-то съесть. А голод, он вообще физиологически возникает где-то через 3, ну, 4 часа после того, как ты плотно покушал. И поэтому, если по времени вот возникает через час, то это точно вот какая-то эмоциональная неудовлетворенность. И здесь важно разбираться, что я на самом деле хочу, вот, для чего я сейчас хочу вкусненького, и чего вкусненького мне в жизни не хватает. И если я пойму свою истинную потребность, то тогда можно удовлетворить эту потребность. Ну, может быть, отдохнуть, да, может быть, расслабиться, может быть, подышать, может быть, там, почитать какую-то книжку, может быть, там, отвлечься от чего-то, да, и тогда уже не надо будет лишний раз употреблять вот еду. То есть одна из причин, по которой может возникнуть пищевая зависимость – это чего-то не хватает в жизни. Да, чего-то не хватает в жизни. Ну, вообще, вот пищевая зависимость, как и любая другая зависимость, она возникает в связи с тем, что человек не удовлетворяет какие-то свои потребности. Ну, вообще, вот так считается, что все зависимости, они возникают на почве неудовлетворенной любви. И вот эта вот зависимость, она, ну, кстати, вот есть такая книга «Бегство от близости», авторы вот супруги Уайндхол, да, и они вот пишут о зависимости и о контрзависимости. И вот этой зависимостью, оказывается, страдает около 98% вообще населения. Ну, то есть не только пищевая, да, вообще все зависимости, это и алкоголизм, и наркомания, и шопоголизм, трудоголизм, там, игромания, компьютерная зависимость. Ну, очень много, на самом деле, этих зависимостей. Например, зависимость от чтения, зависимость от получения информации. И очень много этих зависимостей связано с тем, что человек, ну, вот в детстве, это вот где-то в возрасте до 6 месяцев или там до 3 лет, ну, там, в зависимости от того, какие события происходили в жизни ребенка, у него вот не была удовлетворена эта потребность близости. Близости со своими вот ухаживающими лицом, там, ну, мама, например. И тогда вот ребенок всю жизнь вот к этой близости тянется, и он начинает, ну, вот стремиться к чему-то, где, казалось бы, он получит вот эту вот любовь. И поэтому, например, ну, вот в детстве, вот если там родителям некогда было с ребенком время проводить, да, и они, например, дают ему там конфеты, да, ну, вот, например, на, вот съешь конфетку, успокойся, да, и тогда вот у ребенка формируется вот это вот уже ощущение, что если я съем что-то сладенькое, то мне станет хорошо. Или, например, вот мама там, когда ребенок там упал, ушибся, и она, ой, все-все, вот давай это самое, ну, я тебе сейчас дам печеньку, и тебе станет легче. И человек уже вот по сознательности с детского возраста, он уже начинает вот это все вбирать в себя, и у него в теле это все прописано. И поэтому уже, когда во взрослом состоянии наступает какой-то стресс, то он уже механически идет и начинает брать какую-то еду для того, чтобы ему успокоиться. Хорошо. Вот можно ли как-то управлять пищевой зависимостью? Ну, управлять можно. Для начала нужно ее осознать, да, вот, ну, как я сказала, для начала нужно отличить, что я хочу кушать, или это на самом деле у меня аппетит какой-то эмоциональной какой-то потребности, да, мне не хватает. Во-вторых, для этого нужно найти какую-то замену. Нужно понять, да, что, во-первых, если я буду много кушать, то это вред для моего организма, ну, об этом вот мы попозже поговорим, да. И тогда нужно найти какую-то полезную замену. То есть для начала нужно найти причину своей эмоциональной зависимости. Здесь может быть помочь, например, психотерапевт, если сам человек не может понять свои потребности. Ну, например, может быть, человеку не хватает удовольствия, да, найти замену удовольствия другим. Например, очень хорошо вот вырабатываются эндорфины при занятиях спортом, да. Во-вторых, прогулка, вот, когда ты дышишь свежим воздухом, прогулка в парке, общение с друзьями, просмотры интересных фильмов, чтение книг, там. Ну, потом еще очень хорошо помогает от пищевой зависимости, когда человек начинает чем-то увлекаться, какое-то хобби. Или, например, он начинает изучать что-то, например, интересное, да, то есть когда его мозг занят какими-то другими мыслями, а не мыслями о еде. Ну, например, для этого человеку важно найти что-то интересное, то, что на самом деле будет его увлекать. Но полностью избавиться от пищевой зависимости возможно? Ну, здесь нужна работа с психотерапевтом, это работа с телом. То есть вот возвращение вот в эти детские переживания, там, ну, вот это такая длительная работа. В принципе, это можно, и можно научиться управлять. На самом деле, вот, я тоже раньше сама как бы любила покушать, и вот... Ну, по-моему, не скажешь совершенно, блин, замечательно выглядите. Потому что я очень много над собой работаю, я вот, ну, сама психотерапевт, и я поэтому посещаю очень много тренингов, и поэтому вот постепенно освободилась от тех переживаний, которыми было наполнено моё тело. И вот если человек страдает пищевой зависимостью, то это значит, вот такая цепочка есть, да, удовольствия. Потом мы отменяем удовольствие, возникает страдание. И вновь поиск удовольствия. И поэтому вот если убрать страдание, то есть найти то страдание, которое есть в человеке, тогда не нужно будет вот искать этих вот удовольствий. Зависит ли характер человека от пищи, которую он употребляет? Ну, да, вот было... психологами было замечено, да, что, например, те, кто любит мясо, это люди активные, деятельные, но они импульсивные. И часто вот их импульсивность может привести к каким-то падениям, но в то же время их настойчивость приводит к взлётам. Если они научатся управлять своими эмоциями, то это будет очень хорошо для них, да. Морепродукты любят, например, люди уравновешенные, которые склонны, которые имеют аналитический склад ума, и они могут всё хорошо очень анализировать, и они вызывают доверие у окружающих, потому что они очень такие тактичные и культурные. Значит, что там ещё? Ну, острая, да, вот острая горечь любят те, кому не хватает каких-то острых ощущений в жизни, и они не могут изменить какую-то существующую ситуацию в жизни, и тогда они тянутся к перчинке. А сладкое любят натуры очень тонкие, ранимые, которые склонны к самокопанию, к самоедству. И вот, например, когда у них какие-то там переживания, они постоянно утешают себя сладким. Ну, это вот, к примеру, такие вот. А вообще зависимость от еды, она может привести, допустим, к плачевным ситуациям? Или человек всё равно на подсознательном уровне знает, когда ему остановиться? Ну да, Ксения, вот, например, почему люди, вот почему ещё возникает зависимость, потому что вот, ну, сейчас очень много рекламы, да, и вот реклама, она там рекламирует какие-то не очень совсем здоровые продукты, например, там чипсы, да, или там ещё что-то такое. А в этих продуктах совершенно нет таких полезных веществ, и мало того, они очень вредны для организма, там есть усилитель вкуса, и они портят вкусовые рецепторы, да, и тогда вот они нарушают естественную потребность организма в осознавании полезной пищи. И, во-вторых, например, когда мы едим вредную еду, то наш организм, он не утоляет голод, потому что вот там мало полезных веществ в этих продуктах, и поэтому всё равно хочется кушать. И вот эти все вредные вещества, они откладываются в организме. И организм уже работает не на то, что он восстанавливает свою энергию, он работает на то, чтобы побыстрее освободиться от этой, ну, вот токсичной еды. И, например, ну вот если человек начинает всё-таки употреблять здоровую пищу, то у него происходят правильные процессы пищеварения и правильный обмен веществ. А если человек употребляет неправильную еду, то, соответственно, у него откладывается очень много шлаков, и у него зашлачивается кишечник. И это потом приводит к тому, что вот и синдром хронической усталости возникает, и, ну, разные болезни, запоры возникают, депрессии, и, ну, много других там проблем, которые возникают из-за неправильной еды. Ну, то есть получается, что пища, которую мы употребляем, она влияет и на общее состояние организма? Обязательно, потому что, например, если мы употребляем ту еду, которая на самом деле нужна нашему организму, это, например, каша, да, вот, ну, нежирное мясо, возможно, там, овощи, фрукты, да, правильные напитки, да, это, например, зелёный чай, вода, без газа, чистая вода, чтобы была, да, и тогда это восполняет витамины и минералы, вот, которые нашему организму необходимы. Если мы пьём, например, там, Кока-Колу, там, едим чипсы, там, ну, ещё какие-то вот фастфуды, да, фастфуды, кстати, очень любят те, кто ещё не вышел из подросткового кризиса, и в знак протеста они себя травят вот этой вот вредной едой. Поэтому, ну, вот, происходит недопереваривание этой пищи, неправильное переваривание, и нарушается обмен веществ. Но если вернуться всё-таки к теме пищевой зависимости, она проявляется на протяжении всего дня или в основном ночью? Потому что многие у нас люди, да, жалуются на то, что вот ночью охота к холодильнику магическим образом тянет, охота что-то скушать вкусненькое? Ну, это зависит уже, вот, например, от того, работает человек или не работает, да, если человек работает, то он там в течение дня занят, у него мысли заняты, там, работая, да, какими-то делами, общением, и он может вообще даже забыть про еду. А организм, он такой, что он чувствует голод, и ему кушать хочется, да, и тогда вечером, естественно, вот это чувство голода, оно может три раза усилится, и он может съесть больше, чем обычно. А, например, ну, некоторые вот домохозяйки, которые дома, да, которым скучно, может быть, ну, вот они сделали всю работу, и им не с кем пообщаться, там, дети в школе, там, муж на работе, и тогда вот они сидят там около телевизора и начинают вот, ну, какие-то перекусы, которые там совершенно, ну, не полезны и не нужны. И вот они тянутся к еде, потому что им скучно, им как бы нечего делать, и они себя утешают едой. Поэтому здесь уже зависит от того, чем человек занят. А вот правильно ли отказываться от приёма пищи, например, убирать вообще, либо завтрак, либо обед, либо ужин, и не вызовет ли это потом пищевую зависимость? Нет, это вот неправильно, потому что питаться, как я уже сказала, что голод наступает где-то, ну, вот, например, разные продукты, они по-разному перевариваются. Вот если мы поели мясо, то чувство голода может не наступить в течение 4 часов, да, и вот, например, если мы поели углеводы, то они перевариваются в течение часа-полтора. Фрукты тоже где-то около часа-полтора перевариваются. Поэтому, соответственно, кушать надо дробно, да, и вот есть вот такая вот форма питания, это как раздельное питание, да, то есть вот, например, мясо кушать отдельно от углеводов, углеводные отдельно там от фруктов, потому что если их вместе кушать, то не всегда это вот сочетается, и разное время переваривания. Поэтому кушать надо тогда, когда ты испытываешь чувство голода. И питаться, вот вообще есть такое правило, что питаться надо, вот такое количество еды должно быть за один раз, не больше, чем вот, которое помещается в твоих ладонях или вот кулачок. Ну, я думаю, самое время поговорить о культуре питания, да, все-таки, как кушать правильно. Да, вот важно отметить то, что питаться нужно красиво, то есть вот стол должен быть сервирован, при этом, например, если человек приходит с работы, и он сразу набрасывается, бежит к холодильнику, то это неправильно, потому что он будет потреблять очень большое количество еды. Важно, например, прийти, переодеться, принять там душ и уже в спокойной обстановке садиться за стол, чтобы стол был красиво сервирован, чтобы это все было на тарелочках, да, и тарелочки не должны быть сильно большими, потому что на больших тарелках порция кажется маленькой, да, и тогда человек может съесть больше. Ну и, соответственно, вот питаться важно в спокойной, медленной обстановке, наслаждаясь вкусом, при этом не смотреть телевизор и не читать книги, потому что, если ты будешь это делать, то ты уже, ну, не ощущаешь своего тела, не ощущаешь своего вкуса. Вот если вы хотите, можно прямо сейчас попробовать. Давайте. Что нужно нам для этого? Я предлагаю вам сейчас вот закрыть глаза и вот положить в рот кусочек еды и почувствовать вот закрытыми глазами весь, так сказать, перечень вкуса, вот все нюансы вот вкуса, что вы ощущаете, как вы воспринимаете сейчас, да, и вот попробуйте кушать закрытыми глазами. И что происходит с вами, когда вы так кушаете? Он не очень вкусный, он сладкий, но есть какая-то горчинка в банане, хотя это банан и по запаху, и вот понимаю, что это банан, но есть в нем горчинка. Хотя мне кажется, когда открытыми глазами ешь, ее не ощущаешь. А вот попробуйте сейчас открытыми глазами, да. Вкус совершенно другой. Он более нежный, более мягкий. То есть, когда я кушаю с открытыми глазами, то я по-другому ощущаю вкус еды. Вот на самом деле, вот можно даже, например, поэкспериментировать, вот, ну, кто-то из телезрителей может попробовать, вот, попробовать поесть чипсы с закрытыми глазами или еще какую-то вредную еду, когда он ест с открытыми глазами и с закрытыми глазами, и вот почувствовать разницу. На самом деле, оказывается, что многие продукты мы не любим. То есть, вот мы их просто не можем есть, когда мы их кушаем с закрытыми глазами. Наш организм просто их не принимать. Нужно чувствовать, что хочу ли я кушать или не хочу. Вот когда мы это делаем, мы развиваем чувствительность своего тела. И вот, например, прежде чем кушать, ну, важно, например, выпить стакан воды. Вот где-то за минут 15-20 до еды важно выпить стакан воды. И уже, вот, например, если уже чувство голода проходит, значит, я на самом деле хотела пить. Потому что многие люди, они просто своих потребностей не понимают. Они, вот, например, испытывают какое-то дискомфортное ощущение, и они думают, что они хотят кушать. И на самом деле, может быть, это просто потребность попить. Потому что в день важно выпивать где-то около полтора-два литра воды в перерывах между едой. Марин, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, я хотела бы пожелать, чтобы они любили себя, чтобы они правильно питались, чтобы они думали о том, какую еду они себе в свой желудок, в свой организм поступают. Потому что, например, очень многие люди беспокоятся о своих машинах. Например, если это Toyota, они не будут заливать туда 80-й бензин. А почему-то вот свое тело, даже если мы знаем, что нельзя есть вредные продукты, мы их все равно употребляем. Поэтому я желаю всем, чтобы вы любили себя и питались правильно, потому что то, что мы едим, такое у нас здоровье. Марин, огромное спасибо за то, что вы пришли к нам в гости. Сегодня очень много дельных советов вы нам дали. Вам удачи и всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин